Всем привет! Сериал Властелин Колец от Амазон уже сейчас можно смело назвать, наверное, самым неоднозначным проектом этого года, а может и последних лет. Оно и неудивительно, с учетом того, сколько весь мир ждал этого момента, каков ажиотаж появился вокруг новинки после первых же сообщений о планах экранизировать Толкина и все такое. Правда, после выхода дебютного промо фэндом Властелина Колец просто разорвало от возмущения, споров и ссор. Все дошло до того, что представители Амазон удалили полтора миллиона дизлайков, а их трейлер стал одним из самых задизлайканных видосов вообще на платформе YouTube. Казалось бы, время делать выводы, пока не поздно, если уже не на первые, то хотя бы на следующие сезоны шоу, но кажется, в Амазон приняли другое решение, запустив или как минимум поощряет целую кампанию по дискредитации поклонников Толкина и самого писателя. Дошло даже до того, что если тебе нравятся эти произведения, ты чуть ли не маньяк и фашист, это не шутки. И вообще, типа, всем уже давным-давно надо принять и признать, что адаптация не может и не должна отвечать первоисточнику, понимая, что от подобного просто заворачиваются уши, но, как говорится, врага надо знать в лицо. Как итог, какую позицию сейчас занял Амазон и что он настроен отстаивать впредь, так что погнали. Ворк 5 это просто находка для современного студента, ведь здесь могут написать любую работу, освободив вам время для своей работы, встречи с друзьями или любимого хобби. За 16 лет существования компания стала одним из лидеров на рынке, у их специалистов большой опыт в написании курсовых, дипломов, рефератов и еще более 30 видов работ на любую тему и любой сложности. Перед тем, как вы получите готовую работу, она пройдет три этапа проверки. Проверка на уникальность текста, проверка независимым экспертам и проверка отделом контроля качества. А по промокоду MOVIE37 вы получите скидку 20% на все услуги. Ворк 5 учись на 5. Ну что же, на самом деле материалы сегодня просто выше крыши, но прямо сейчас мне хочется обсудить две статьи, выпущенные на непоследних англоязычных интернет ресурсах, которые просто выносят мозг и являются, наверное, квинтэссенцией всего того бреда, что будут нам насаждать до, во время и после выхода первого сезона Властелина Колец от Амазон. Итак, давайте начнем с ресурса Dino of Geek. Их опус на тему того, почему Властелин Колец от Амазон и то, что мы видели в промо, это прекрасно, а типа кто против, сам дурак. Итого, цитирую. В ответ на трейлер нового сериала от Амазон Властелин Колец была негативная реакция, основанная на том факте, что не все в сериале белые люди. Конечно, были и другие негативные реакции, но они были растоптаны гневными бомбардировками обзоров. Это то, с чего начинается статья, и это уже в корне неверно. Ведь как раз-таки именно по факту присутствия в сериале цветных актеров не было никакого возмущения. Люди были недовольны тем, как в попытках диверсифицировать каст создателей Колец Власти забили на первоисточники канон. Но зачем вести предметную дискуссию, если можно просто сразу сказать, мол, все, кто против угнетателей и всевозможные исты, тем самым тут же поставив клеймо на все, что они говорят и чего требуют. Так что продолжаем. Далее говорится, что, мол, всем недовольным колоссально не хватает самосознания. Ведь Кольца Власти – это адаптация письменного слова и визуальной среды, сделанная в третьем десятилетии 21 века. Она, внимание, не будет соответствовать книгам, написанным в середине 20 века, так же, как фильмы Питера Джексона не соответствуют книгам. На адаптации влияет изменение среды и контекста, в котором принимается творческое решение. То есть сразу несколько бредовых утверждений. Во-первых, что несоответствие оригиналу – это норма, потому что прошло время. Внимание вопрос, а тогда, например, во время экранизации, скажем, древнегреческих мифов, тоже нужно сказать, мол, прошло 2500 лет, мы тут будем снимать свое. Знаем мы уже одних с похожими подходами, называются они BBC и Netflix, и то, что у них вышло под названием «Падение троя», это, конечно, просто нечто по своей убогости и тупости. Так что да, если желать такой же участи и «Властелину колец», можно соглашаться с утверждением, мол, время прошло, чего вы хотите. Но если глянуть здраво, станет понятно, что первоисточник важен всегда, вне зависимости от того, когда он был написан. Что же касается трилогии Джексона, которую тоже вскользь упомянули, да, возможно, реальные знатоки Толкина и скажут, что тут или там что-то отличается от книг, но давайте смотреть тоже реально. Одно дело, когда речь об отдельных нюансах, и совсем другое, когда просто об общем подходе, когда людям вот просто плевать на первоисточник и на то, как сильно они от него отойдут. А впрочем, все это лишь цветочки, ведь самый сок идет дальше. Потому что, согласно статье, оказывается, «Властелина колец» уже подхватили ультраправые, чувство традиционализма, восстановления явно славного прошлого двигало ими и связывало их с творчеством Толкина. И, к несчастью для Толкина, можно провести параллели. Поклонниками Толкина являются Джан-Лука Кассери и Андерс Брейвик, а также Варк Викернес, всем известные негодяи, душегубые представители совершенно явно выраженной идеологии. Не буду тут долго распинаться, чтобы Ютуб не докопался. И это, конечно, как по мне, уже ну вот совсем перебор. Потому что какое отношение к творчеству писателя имеет то, что некоторые шизоиды были его поклонниками? Разве, сходя из этого, можно что-то говорить о в целом фанатской среде Толкина или о нем самом? Конечно нет, и все же именно подобные попытки мы тут и наблюдаем. То есть, как мне лично видится ситуация, Амазон, имея колоссальные ресурсы и влияние, уже готовит себе почву для маневров. Мол, если что, понятно, почему людям не нравится наше творчество. Вы вон только посмотрите, что это вообще за контингент, какие они поклонники писателя, что с них взять и так далее. Звучит сумасбродно, притянуто за уши и более чем топорно? Да, но тем не менее, есть что есть. Впрочем, ладно, давайте пока что оставим в покое эту статейку и посмотрим не менее шикарное творчество из другого ресурса The Conversation.com, тоже довольно-таки известное интернет-издание, и в нем также вышла статья под названием «Властелин колец. Разоблачение негативной реакции на небелых актеров в новой адаптации от Амазон». По самому заголовку кажется уже понятно, что дальше будет угар, но пока не начнешь выдаваться в детали, не поймешь на сколько все плохо. Итак, именно разнообразный кастинг, в котором участвуют небелые актеры, играющие эльфа и гнома, вызвал бурю негодования в определенных кругах поклонников Толкина. Некоторые фанаты утверждают, что Толкин никогда не описывал эльфов, гномов или хоббитов иначе как белыми, и заявляют, что кастинг неуважителен к его книгам, но этот аргумент ошибочен в двух отношениях. Во-первых, это воображаемые существа, которые не всегда четко описаны в оригинальных книгах, Толкин больше интересовался метафизическими, чем биологическими вопросами. Тем не менее, есть некоторые свидетельства темнокожих эльфов и хоббитов в черновиках Сильмариллиона и в прологе Властелина колец. Что ж, не вдаваясь в споры касательно цвета кожи, отмечу лишь, что и здесь, равно так же, как и в предыдущей статье, почему-то все сводится именно к внешности персонажей и цвету кожи. Как будто прям все претензии Амазон были только из-за цвета кожи актеров, хотя если вспомнить, что именно взбесило фанатов, то это не только и не столько один несчастный черный эльф, хотя, конечно, это было довольно трэшово, но вместе с тем непонятная стерильность мира, заморочки с воительницей Галадриэль, безбородая женщина-гном и многое-многое другое, вот что в сумме показало наплевательство на канон, вот что в первую очередь возмутило фэндом. Но слушаем дальше, там просто разрыв. Итак, даже если бы Толкин указал, что все эльфы, гномы и хоббиты белые, это все равно не имело бы значения. Адаптация это оригинальные культурные продукты, которые могут имитировать, подвергать сомнению, переписывать или интерпретировать исходный материал различными способами. Каждая адаптация это новый текст, и каждый из них это возможность обновить устаревшие и неприемлемые образы и найти способы представить и нормализовать небелых персонажей. Согласитесь, но это просто шикарно, то есть ты такой берешь некое произведение и вдруг решаешь, что оно там устаревшее, неактуальное и прочее, прочее. Перелопачиваешь половину из него, а затем с гордостью заявляешь, что адаптировал, скажем, Толкина, ну просто потому, что так интереса, резонанса и как результата бабла будет в разы больше, чем просто от какого-то no-name фэнтези, пусть даже и очень дорогого. Ну и это не конец, далее еще круче. Как могут рассуждать недовольные фанаты, если у Амазон должен быть разнообразный состав в этой драме, почему бы не придерживаться цветных актеров, играющих темнокожих персонажей? Кстати, резонный вопрос, хотите цветных актеров, не проблема, смотрите, кто в оригинале не белый персонаж и вперед. Но оказывается, это увековечило бы и укрепило российские представления о добре и зле в Средиземье. Несмотря на общее послание Толкина о дружбе и сотрудничестве, лицо зла в Средиземье неизменно не белое. Воспроизведение этого разделения на белых и не белых по моральным принципам поддержало бы очень старомодное и вредное приравнивание физических характеристик к моральному выбору. То есть тут уже явно и открыто говорится, мол оригинал неправильный там, там и там, а вот Амазон красавчики все решили исправить и такой подход верен. Интересная логика, конечно, под которую можно вообще подвязать тупо все, но и на этом горе-писаки не останавливаются, потому что они уже, видите ли, решили, что экранизация, соответственно, канону не понравилась бы самому Толкину. Да, я не шучу и ничего не выдумываю, это то, что написано черным по белому. Некоторые считают, что Толкин писал мифологию для Англии и использовал мифы и тексты из германских культур, которые не имели ничего общего с цветными людьми, говорит автор статьи. Но по его словам, сам Толкин так никогда не говорил, это якобы придумали его биографы. Хотя далее нам сообщают, что в письме 1951 года потенциальному редактору Милтону Уолдману Толкин все же заявил, что он намеревался посвятить свою работу Англии, но при этом оказывается он имел в виду что-то другое. А вот теперь мое любимое, цитата. Но почему публика в наши дни вообще считает Англию белой? Страна превратилась в оживленный плавильный котел, частью которого являются цветные люди. Почему бы в современной адаптации не отразить это? И тут, конечно, просто рука-лицо. Почему бы это не отразить? Ну, наверное, потому что вы отражаете книги, написанные совершенно другой Англии. Когда она еще не была плавильным котлом, разве это не понятно? Это же нужно быть или очень тупым, или просто специально называть черное-белым, чтобы задвигать такие вот истины. Хотя дальше еще круче. Ведь оказывается, что в любом случае идея о том, что цветные люди не были частью Британии или Северной Европы, в древнем и средневековом прошлом ложны. А еще совсем недавно в таких фильмах, как Тор, основанных на супергероях из комиксов Marvel, показаны были персонажи скандинавской мифологии, которых играют чернокожие актеры Идрис Эльба и Тесса Томпсон. Почему адаптация литературного произведения Толкина не может сделать то же самое? И вот здесь, знаете, мои ресурсы просто иссякли. И когда люди на полном серьезе предложили в экранизации Толкина брать пример с Marvel, стало окончательно ясно, что далее, что-либо обсуждать там абсолютно бессмысленно. Что это просто тотальная бредовая пропаганда не пойми чего, и выгораживание Амазон всеми возможными и невозможными способами. То есть эти ребята все приплетут, вспомнят викингов, современную Англию, комиксов, фашистов, замешают из всего этого гремучую смесь и будут ей упиваться, только бы не признать очевидного. Просто есть оригинал, на который, видимо, положили с прибором. Так делать нельзя и точка. Но нет, как вы могли понять, нам хотят представить, что все куда сложнее и так далее и тому подобное. На самом деле таких статей в разы больше, их реально сейчас целое море. И я сильно сомневаюсь, что появились они сами по себе просто так. Что ж, поздравляю Амазон. Вместо того, чтобы делать выводы, они подводят под свои ошибки многозначительный фундамент. Посмотрим, чем все это в итоге обернется, ну и будем на сегодня закругляться. Не забывайте писать ваши комментарии, ставить пальцы вверх и обязательно подписываться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока.